Факт и мнение Инициатор создания цифровой долины и администрация Сочи подписали соглашение о сотрудничестве во время экономического форума. В какой стадии готовности сейчас новая стартовая площадка, каким образом отбирали участников, кто будет финансировать цифровую площадку и когда можно будет говорить о презентации реальных IT-продуктов, созданных в долине на Кубанском курорте. Обсудим это с Антоном Немкиным, председателем попечительского совета фонда «Атом». Антон, я вас приветствую. Добрый день. Собственно, хочется так много говорим о долине, так это все сказочно звучит, представляется именно прям долина. Где это находится в Сочи? Долина имеет уже вполне осязаемые результаты и очертания. Долина находится у нас один из проектов в Олимпийском университете, который реализует проект «Серафим» – облачную коммуникационную платформу. Ну а в будущем также мы в эмиретинской низменности планируем сделать лабораторию для демонстрации лучших практик, которые будут у нас аккумулироваться. Долина – это такая будет коалиция лучших IT-специалистов России. Зачем это нужно? – Зачем это нужно? Нередко бывает так, когда один заказчик реализовывает этот проект, в другом регионе или министерстве уже он внедрен другими силами. И мы в рамках своей долины планируем сделать некий такой лабораторию, где сможем собирать лучшие практики и демонстрировать заказчикам, министерствам, главам регионов, где уже смогут осуществлять выбор и интегрировать в зоне своей ответственности. Что выигрывают IT-специалисты, сотрудничая с цифровой долиной? Зачем им это нужно? – IT-специалисты в нашем лице в первую очередь получают экспертизу в тех или иных направлениях. Мы, отбирая лучшие проекты, видя в них перспективу, подтягиваем их, помогаем вырасти и также ищем инвесторов для их проектов. – Почему эта идея, ну понятно, что необходимость создания такой долины объяснять не нужно, почему именно эта точка на карте выбрана для создания долины? Почему не Саранск, не знаю, там Тюмень? Почему в тепло IT-специалисты потянулись? – Положа руку на сердце, Сочи является исторической точкой притяжения. Это теплая точка нашей страны. И все IT-шники знают и мечтают именно заниматься разработкой программного обеспечения на берегу моря, солнца и в теплых климатических условиях. Как-то так сложилось, что изначально у нас был проект, который потом разросся и который потом перерос в цифровую долину Сочи. – Хочется понимать, это будет все-таки офисная работа, в которой вот все-всех лучшие умы соберутся, либо с кем-то будете по удаленке работать? – Это будет и офисная работа, она уже существует и ведется несколько лет. Это также будет платформа для коммуникации между различными командами, проектами и заказчиками и демонстрационный полигон. – Команда цифровой долины в Сочи, что собой сегодня представляет и как вы ее набирали? – Есть команда непосредственно самого фонда, а также есть уже непосредственно проект, который реализует проектов несколько. Но вот один, который уже приобретает популярность, это мессенджер Серафим. Это ребята, порядка 50 человек, которые собирались из разных точек нашей страны, даже из зарубежья. Вот говоря о Сочи, как точке притяжения, при прочих равных и достойном уровне оплаты труда, ребята возвращались из зарубежа, из Германии, из Австралии, даже разработчики. – Как вам удалось переманить их? – Ну вот, вы знаете, не все об этом говорят, но все-таки существует проблема интеграции в социум зарубежный. Понятно, люди переезжают, они удовлетворяют свои какие-то потребности финансовые. – Но только деньгами, конечно, нужно завлечь. – Ну, все же получается так, что при схожих равных условиях люди возвращаются и живут, где родились, там и пригодились. – А откуда уже вернулись к вам? Из каких стран? – Из Германии у нас был разработчик, из Австралии, из Украины, из Киева переезжали ребята, ну и из разных регионов России. – Ну, все же, чтобы попасть в команду цифровой долины, чем нужно обладать? Как нужно выглядеть, не знаю. – Нужно иметь проект. Минимальные, осязаемые, которые можно оценить, и через работу по этому проекту можно оценить интеллектуальный уровень самой команды. – То есть просто словам и обещаниям, что я все могу, вы не поверите, да? – Ну, это повод для разговора, который должен состояться, и в ходе него мы должны посмотреть компетенцию команды. На сегодняшний день проект – это важно, но кадры решают все. – Очень важно иметь и сильную, сплоченную команду с развинтыми внутренними коммуникациями. – Цифровая долина в Сочи не боится конкуренции? Потому что в стране, в некоторых регионах уже действуют инновационные центры, успешно действуют. Вот даже про Сколоково сказали. Как конкурировать можно? – Конкурировать не нужно. Нужно существовать вместе. Дело в том, что вектор эволюции в IT предусматривает сетевую модель. И совершенно не обязательно делать один институт в Сколоково или где-то, который будет решать все. Сколково – хорошо, Казань – хорошо, Сочи – тоже хорошо. Здесь будет своя особенность, своя экспертиза, и в чем-то эти разные проекты будут дополнять друг друга. – Вы сказали, что вам удается, в том числе финансовым путем, переманить тех, кто уехал работать за границу. И вот продолжая тему денег, хочется понять, на какие средства существует цифровая долина, кто ее финансирует и сколько стоит этот проект? – Финансирует компания AT-консалтинг. Это коммерческая компания, интегратор, входящая в 20-ку самых крупных на территории нашей России. И речь идет об организационных затратах, но о финансировании в проекты неограничено. В начале года было заявлено 250 миллионов, которые уже проинвестированы. В дальнейшем планируется расширять портфель инвестиций. – Государственных денег нет? – Нет, коммерческих денег нет. – И не предполагается? – Не предполагается. – А кто-то вообще поддерживает вашу работу и как оценивают, скажем, наверху? – Нашу работу поддерживают. Я являюсь членом Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. И администрация президента наблюдает за нашим проектом. Дело в том, что у нас в стране сейчас действительно складывается такая обстановка благоприятная, при которой власти заинтересованы в развитии экосистемы в стране и прекращении утечки мозгов. Все складывается именно для этого. Поэтому у нас есть партнеры и как федерального уровня, так и регионального. То есть достигнуты соглашения с рядом регионов, которые будут размещать у нас на нашем полигоне лучшие практики. То есть работа ведется, и со стороны властей большая заинтересованность. Но это можно наблюдать. – То есть вам просто повезло, что вы еще попали в такое нацпроект цифровизации всеобщий, да? И Россия – страна возможностей? – Ну, трендов много. Кто-то занимается цифровизацией, кто-то занимается сельским хозяйством. На сегодняшний день есть разные направления. Ну, как-то вот мы специализировались в этой области и вот в ней и остались. – То есть получается, что вы сами себя финансируете? Это 10-50 миллионов вы вложили сами в себя, чтобы что? – Нет. Финансирует существование площадки компания наша. А вот проекты, которые мы привлекаем и отбираем, финансируют как сторонние инвесторы, так и компании, относящиеся к нашему холдингу. – Кто будет покупать проекты, созданные в цифровой долине Сочи? На кого рассчитываете? – Я думаю, что если эти проекты будут востребованы в коммерческом секторе, мы найдем там своих покупателей. Но также и в государственном секторе, если будут реализованы командами продукты, которые смогут в народном хозяйстве быть применимы, ну, почему бы и нет. – Несмотря на такой маленький стаж работы, цифровая долина уже была партнером в Казани проекта «Цифровой прорыв», какова ваша функция была там? – Изначально нам удалось установить коммуникацию, потому что наш маленький проект «Цифровой долины» все-таки отличался таким хантингом специалистов. То есть мы детально вникали в эту проблему, отбирали специалистов для себя и набили в этом руку. И вот как-то на этой волне удалось… – На охоту поехали. – Да, удалось стать партнером. Мы участвовали в региональных конкурсах, отбирали лучшие команды, присутствовали среди экспертов. Также в финале мы готовили задание для одного из треков, отобралось 16 команд, которые решали задачи, поставленные в «Цифровой долине». – Вот то, что было бы интересно для Краснодарского края, я знаю, что в рамках этого конкурса был представлен проект по упрощению покупки билетов в заповеднике Сочи. – Да, именно. Вот ребята, которые переехали в Сочи, они являются туристами, они, будучи айтишниками, стали посещать заповедник. Тут же у них возникло негодование, почему в 21 веке тут очереди, и мы билеты по-прежнему покупаем по старинке. – По живой очереди. – Да, и они придумали это задание, как именно разработать систему продажи электронных билетов, и особенность в том, что егерь, который перемещается по заповеднику, он находится в офлайне, нет связи, как осуществлять валидацию билета, о том, что это действительно куплено. И вот на конкурс была выставлена эта задача, ребята, несколько команд справились, там даже непонятно, какая лучшая была, но мы пригласим и ту, и ту команду, не только победителей. Они действительно придумали решение, сделали за короткий промежуток времени сайт, клиентское приложение, в чат-боте Серафима они коммуникацию организовали с клиентом, и аналитику продажи билетов по маршрутам различным. Вот все это мы в перспективе планируем внедрить в Сочи, в заповеднике. – Вы еще упомянули мессенджер новый, его название Серафим, это, можно уже сказать, что официальный проект цифровой долины в Сочи. – Да, мессенджер Серафим является резидентом цифровой долины в Сочи, порядка 50 разработчиков, трудились несколько лет, и на выходе у нас в ближайшее время мы планируем запустить этот продукт в масштабную эксплуатацию. – Он что, действительно составит конкуренцию WhatsApp и прочему? – Конкуренцию, наверное, сложно уже составлять таким большим гигантом, но все же свою нишу мессенджер должен занять. Это такая универсальная коммуникационная платформа, которая может использоваться как в корпоративном секторе, так и в более массовом. То есть у этого мессенджера есть свой сегмент потребителя, мессенджер ориентирован на безопасной коммуникации, защищенной. А самое главное, что я считаю такой гордостью, все разработчики мессенджера находятся в нашей стране, и вот они известны, понятны, и, кстати, находятся в Сочи. – Что касается российских айтишников, у вас есть возможность в течение 20 секунд сказать, почему наши лучшие? – Наши лучшие, прежде всего, потому что у нас очень сильная школа математическая, еще с советских времен была создана мощная система образования, которая дает такие плоды. У нас очень много талантов. – Спасибо. В программе «Факты. Мнение» был Антон Немкин, председатель попечительского совета фонда «АТО». Мы говорили о цифровой долине в Сочи. Всего хорошего. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова